В обсуждении приняли участие председатель Мажелиса Нурлан Нигматуллин, заместитель премьер-министра Ербалат Дасаев, а также депутаты Сената и Мажелиса. Кроме того, на слушание было приглашено руководство Института языкознания имени Байтурсынова, Республиканского координационного методического центра развития языков имени Шая Ахметова, ректоры казахстанских вузов, видные ученые, деятели культуры. В ходе обсуждений вице-министр образования и науки Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов заявил, что латиница коснется только тех предметов, которые будут преподаваться на казахском языке. Важно отметить, что кириллица останется в преподавании предметов на русском языке. В школах с русским языком обучения все предметы, за исключением казахского языка, английского, будут вестись с использованием кириллической графики. Латиница коснется только казахского языка и всех тех предметов, которые будут преподаваться на казахском языке. В случае утверждения нового алфавита мы планируем утвердить сам график внедрения нового письма во всех организациях образования нашей страны. Все это мы предварительно будем обсуждать с педагогической и родительской общественностью, с министерствами. Особо хочу отметить, что в спешке не будет вся работа, будет вестись планомерно, системно и строго по графику. Ранее директор Республиканского координационно-методического центра развития языков имени Шаяхметова Ербол Тлешев сообщил, что в новом алфавите казахского языка будет 25 букв. Создание настоящего проекта алфавита в первую очередь учитывало звуковую систему казахского языка. В результате предполагаемый алфавит состоит из 25 знаков. За основу был взят такой принцип – одна буква, один звук, одна буква, два звука и один звук – система диграфа. Для полноценного обеспечения звуковой системы казахского языка в алфавит было включено 8 диграф, обозначающих 8 специфических звуков. Как сообщил депутат Мажелиса парламента Республики Казахстан Павел Казанцев, население в регионах Казахстана уже проявляет практический интерес к переходу казахского языка на латиницу. А вот актюбинцы в большинстве своем оптимистичного настроя депутатов в отношении новой реформы не поддержали. Просто учебников нет сейчас. Вы согласны? Опять детям придется по-новому изучать. Думаю, когда все наше население будет хорошо знать казахский язык, тогда можно приходить на латиницу. У детей сейчас и так непонятки в голове творятся. Это вообще с ума сойти можно. Очень тяжело будет детям. В первую очередь они страдают. А потом родители. А взрослым как потом писать на казахском языке, на латинском алфавите? Я даже не могу представить, что это будет вообще. Сложно, конечно, на латинском алфавите будет. Латинский, он как бы и древний же, и все такое. Ну, конечно, будет сложно, особенно в пожилом возрасте. Как нужно переходить? Постепенно или сразу ввели и все? Лучше, конечно, постепенно, потому что сразу оно будет очень накладно вообще. Каждому. Не только пожилым. Судя по поддержке реформы, на всех уровнях казахстанской власти вопрос введения латинского написания казахского алфавита, можно сказать, уже решен. А насколько быстро и безболезненно наше общество адаптируется к латино-казахскому алфавиту, мы скоро испытаем на себе. Антон Пережогин, Алексей Уразов. Программа «Факт». Программа «Факт».